Здравствуйте, дорогие друзья и участники фестиваля конкурса Волган Тайм. Я Ольга Адамович Базиль, рада вас снова приветствовать. Хочу поблагодарить всех за участие и пожелать дальнейших побед. А теперь коротко о нашем конкурсе. Участников было в этот раз довольно много. И могу вам сказать, что во многих категориях разразилось настоящее соревнование уже на профессиональном уровне. Вас становится все больше и больше. Уровень возрастает с каждым разом. Могу честно сказать, что мы достигли почти профессионального уровня, если сравнивать с началом самого проекта Голден Тайм. Поэтому большая просьба, старайтесь внимательно относиться к выбору вашего репертуара, к произношению, когда вы поете песни на иностранных языках, к тому, какой создался баланс между вашим голосом и фонограммой. Поверьте мне, в домашних условиях тоже можно создать очень неплохие записи. Это говорю вам на собственном опыте, потому что сейчас практически все экзамены происходят онлайн. И поэтому уже появился за этот год довольно большой опыт в том, как подобрать фонограмму, как правильно и где поставить устройство. Не забывайте, что маленькие переносные колонки могут помочь с увеличением звуков фонограммы. Где вам встать? Как сбалансировать все с микрофона? То есть надо сделать несколько попыток для того, чтобы получился качественный дубль. Итак, коротко о наших конкурсантов, которые, на мой взгляд, мы можем выделить. Александра Шестакова в первой категории, академический вокал в возрасте от 8 до 10 лет. От 11 до 14 лет Екатерина Цзэнг. В категории свыше 20 лет Алена Кумановская и Ирина Пасхальская. Поп-вокал в категории 7-8 лет Александр Шевченко. Следующий от 8 до 10 лет Диана Нагоева. А Таисия Скрипнюк. Вот как раз про Таисию я хотела сказать, что очень жаль. Фонограмма звучала очень тихо и баланс был плохой. Но мне кажется, что можно над этим было бы поработать. Очень может выйти неплохой номер. В общем и целом мне понравилось. От 11 до 14 лет я могла бы выделить Елизавету Нестеренко, Жанарову Киру и Ксения Куцак. Далее Маргарита Васильева и Мария Древа. Вас было очень много в этой категории, поэтому сразу выделило несколько человек достойных. В категории джаз Дашина Татьяна. Еще раз повторюсь, конкурс был очень насыщенный. Было много претендентов. Многие из вас поют уже очень хорошо. И поэтому в отборе на призовые места или, во всяком случае, на первые, вторые, третьи места уже претендует участник, у которых продумано и отработано практически все. От костюма до жестикуляции. Помимо голоса у нас еще есть произношение. Обратите внимание на произношение, особенно те, кто берется за песни на иностранном языке. Проверьте, как следует очень много записи. Различных певцов можно достать текст. Сейчас есть в интернете и Google вам поможет, как произносить слова. Пожалуйста, старайтесь приближаться максимально. И в пении особенно можно избавиться от акцента, если правильно проектировать голос. Очень многие певцы поют, не зная языков, на разных языках. И у них получается это довольно хорошо. Но если не приложить определенных усилий и не провести работу над произношением, песня явно начинает страдать. Обратите внимание также на выбор песен. Очень многие не совсем удачно выбирают песни, потому что песни должны быть подобраны под ваш голос. Спрашивайте, консультируйтесь у педагогов, у музыкантов. Если вам нравится песня, это еще не значит, что она может вам и быть спета. Может быть неправильная тональность. Может быть не та песня. Может быть неправильный ракурс интерпретации. Даже песня, которая у вас не совсем ложится на голос, можно придумать какую-то новую обработку. То есть сейчас в игру вступает все. Поэтому не думайте, что можно просто так послать какую-то любую запись, записанную, что называется, на коленках. Конкуренция большая. Поэтому старайтесь, ребята, и жду новых записей. Всем, всем без исключения желаю больших-больших успехов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...